Для домашних условий я примерно на килограмм, чтобы вы знали. Укладываем туда, делаем такую небольшую ямочку, берем на килограмм 2 яйца. Отбиваем, естественно, отдельно. Баранина наша любимая. Надеюсь, после этого кто не любит баранина. Мясо обязательно назад. У нас есть. Готовят, мясо пропускают через мясорубку. Это неправильно. Из фарша готовят пельмени, аманты готовят. Из фарша иногда готовят даже кинька. Самая оптимальная вещь, это вот. А так вот, у нас сегодня, коллеги нет, у нас сегодня на ковар. Мы ее режем. Мы поставим сначала. Время делать так. Держим. Время делать так. Время делать так. Время делать так. Ветская кухня, она все делается руками. Никакой мошенники учить. Именно вручную. Мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Сначала в золи. Потом все развернули. Вот. Молотень. И соль. Ну там еще можно еще. Если захотите, можете масло добавить с сливочным. Если захотите. Можете, единственное, туда чуть-чуть добавить документ. Поставить с сливочного масла. Если захотите. Разрешены? Дальше. Еще. Такие вот. Такие вот. Дальше. Следующий процесс. Берем ее. Раскатываем. Манцы можно готовить по-разному. Я вам показываю именно вес. Весы делаю. Со временем к этому привыкаешь. Это не обязательно. Это просто чисто профессионально. Маленькие маленькие кружочки делаем. Обязательно. Это обязательно. Потому что тесто. Если ее можно вот так сделать. Это не получится. Потому что тесто у нас в манты. И будут потом рваться с них. Сейчас попросу. Для чего можно еще делать. Такой трудоемкий процесс. Обязательно досочка должна быть деревянной. Почему я ее на деревянной делаю. Потому что. У нас есть специальные скалки. Вот видите. Нигде такого нет. Это только у нас. Из ореха. Когда мы начинаем крутить. Скалочку. Мы ее крутим. Сначала давим в одну сторону. Потом давим в обратную сторону. Потом давим в обратную сторону. В этом процессе она получается. Что у нас нет. И вот в таком процессе. Отстаем все руками. Удаляем. Удаляем. А что подвесить? У нас тут тесто лишним никогда не бывает. Смотрите. Вы чего вышел? Стоюшки съезжаю, да? Тесто примерно 15-20 грамм Естественно, берем где-то грамм 30 Большой кусок Грамм 30 Парш Берем Луками Аккуратно берем Делаем И надавливаем Для чего у нас краюшки тонкие Аккуратно Видите? Какая штука получается Первый вариант лепки Мы так между собой идем лодочкой называем Троечки заграли Нагарили чуть-чуть Загнули Троечки загарили Копали Второй вариант Инжирная лепка Мы ее когда готовим Она не очень красивая Но когда она приготовится Минжирная 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 Копали Как ее готовить Я не знаю как ее называют Но Тоже Хорошая лепка Друзья У нас такая Друзья Здесь есть четвертая Чисто наша Наврузочка Это мы придумали Больше нигде так не идем Это только у нас Довольно такой И дерьмо Конечно Мои дети Коллеги мои ее называют Это башня Абудами Она похожа чем-то на нее Есть? Это совсем легко У нее пришлось приготовить Она будет приготовить Тут надо будет положить Башню Кравешки Вводим Она вот так Вот так Вот так Вот так Вот так Вот так Наверное Видели такую Домашнюю Домашнюю Наши манты готовы Сейчас будете угадывать Эманты Как они Немного Так Немного Так Чтобы Немного И Вот наши манты Наши манты готовы Причем вы это сами сделаете? Сколько минут занял весь процесс? Сколько у нас это заняло? Минут 40, ну час Сами манты готовятся 15-20 минут